Музыкальная литература, гармония, сальфеджио. Галина Петровна ведет у студентов сразу несколько дисциплин. Работе посвящает даже свободное время. Уже собрала огромную видеохристоматию по музыкальной литературе. Также работает над электронным учебно-методическим комплексом. Та методика, с которой работает Галина Петровна, для нас, для колледжа искусств, для педагогов и студентов, это очень нужный такой вклад для подготовки кадров. Галина Петровна играет на пианино. За любимый инструмент садится на каждом уроке, чтобы проиллюстрировать студентам устный материал. Педагогика у Галины Петровны, можно сказать, в генах. Все родные преподаватели. Кто-то историк, кто-то учитель русского языка. А любовь к музыке у женщины проснулась в совсем юном возрасте. На дне рождения знакомой ее восхитила игра одноклассницы на пианино. И у меня началось буквально знакомство с моей девочкой, которая маленькими, одним пальчиком играла песенку. Маленькой елочке холодно зимой. Вообще, многие музыканты, у них тяга к музыке проявляется именно в детстве. Это пример многих биографий великих музыкантов. Услышав одно произведение, они как бы влюбляются в музыку. Сегодня у Галины Петровны огромный преподавательский стаж, 34 года и особый подход к ученикам. Она доступно преподает, объясняет доступно. То есть нет такого, что выйдешь после урока и не понимаешь, что произошло. Ты все понимаешь. И вот я думаю, какие знания сейчас она нам дает, они реально пригодятся нам. Название лучшего преподавателя претендовали 17 педагогов со всей России. За творческий подход и умение увлечь студентов Галина Халбаева стала призером в номинации «Музыкальная литература». Каждый из участников теперь может направить ученика на конкурс по музыкальным дисциплинам за счет средств Оргкомитета. А Галина Халбаева уже готовит к нему талантливую студентку четвертого курса Светлану Бубееву. Ася Касьянова, Инесса Дондукова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.